Дорогие зрители, приветствуем вас на нашем канале. Поделитесь своим мнением в комментариях по этому поводу, поставьте лайк, поддержите и подпишитесь на канал. Этим летом Александра Яковлева, запомнившаяся зрителям по ролям в таких картинах, как «Экипаж» и «Чародея», должна была отметить 65-летний юбилей. Но планам не суждено сбыться, как и мечтам актрисы о съемке фильма по ее собственному сценарию. 1 апреля звезда советского кино ушла из жизни, проиграв долгую и тяжелую битву с онкологией. О злокачественной опухоли Александра Евгеньевна узнала в 2017 году на последней стадии. Тогда врачи давали актрисе не больше нескольких месяцев, но она, не привыкшая сдаваться, не опустила руки и с присущей ей оптимизмом начала борьбы за жизнь. В итоге вместо трех месяцев Яковлева прожила еще пять лет, вернулась в актерскую профессию и даже играла в театре в постановке «Две женщины и лейтенант». Написанной специально для нее Татьяной Москвиной. В борьбе с раком звезду поддерживали коллеги, поклонник и друзья. Ну а главной опорой для нее всегда были дети. Александра Яковлева была очень близка с детьми. Несмотря на то, что последние годы она жила в основном в северной столице, она часто навещала наследников, они ежедневно созванивались и морально, и материально поддерживали мать. При этом Яковлева всегда говорила о том, что не хочет, чтобы дети все бросили и приехали ухаживать за ней. Помимо актерской карьеры Александра Яковлева состоялась и в других профессиях. И во всех сферах она была настоящей звездой. Но при этом больших богатств не нажила. Работала в компании с названием Техношок. Это было первое предприятие Олега Тинькова, которого актриса всегда вспоминала с благодарностью за то, что тот поверил в нее и научил всему. Спасибо за просмотр. Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на канал.